Красиво, да? В лесу. Ну, я ж хочу поснимать. Сейчас поясаешь. Да. А где мы будем сидеть? Откуда я знаю? Ну, где знайдем? Потому что мы будем сидеть. Хорошо, добре. Саша. Ну, я бачу, да. Все это сделали человеки и люди. Сейчас, подожди. Ага. Что-то такое. Там занято. Тут тоже красиво. Вроде бы чище стало. Чуть-чуть. Собачка. Ой. Тут тревоги не слышно хоть. Это у нас была сегодня тревога только что в городе. Долго-долго. Тревога, тревога, тревога. Саша, я боюсь. Саш, я боюсь тревогу. Да, тревога. Шо? Мы нашли себе место? Да. Даже... Как это называется? Практически оборудованное. так нормально так давно хотела их взяли четыре штуки саша свои не показывает он сказал что это его пирожки да у меня с этим с рисом и с яйцом и с капустой так что у нас как это называется привал что там кушает вот а я хочу немножко пройтись выйти на полянку моя первая прогулка в лесу в майском украине настолько что когда мы уже шли подходили сюда к этому лесу была сирена вот очень длинная долгая так совсем совсем тревожно становится и очень-очень некомфортно и неприятно потому что ты понимаешь что за этим всем следует обычно да у нас сегодня ночью обстреливали киев ну по сводкам по новостям я прочитала что летели вроде бы 30 шахедов и вроде бы как все сбиты но знаю что осколками повреждены дома жилые и людям по выбивала окна по выбивала стекла так что вот такие вот невеселые дела и рядом возле домов стояли машины которые просто погорели там три или четыре машины сгорела одного хозяина спросили сказал что так получилось что три дня назад он купил только новую машину машины нет вообще в киеве было шумно не спокойно и люди не спали целую ночь так что походу нас готовят ко дню победы на 9 мая до кого это день победы и для кого это праздник в кавычках саша тебя слышно тише вот такие вот невеселые дела не воспринимаю я сейчас я и раньше не воспринимала день победы до войны а сейчас так тем более потому что у меня просто нет слов и нет комментариев я бы конечно многое сказала но я думаю что вы прочитаете в моих это глазах и в моих то что я не говорю о чем я пока что ну как бы умалчивая молчу такое такие вот дела но мы немножко расслабимся чуть-чуть погуляем здесь поют птички хотим сходить к озеру немножко отдохнем как-то так ребятушки как-то так вот такое озеро сейчас стало обмельчала сильно поросло это вот получается граница купались тут был берег а сейчас высохла и воды нема да была вода а сейчас ну тут мы заходили угу а там людка чуть не втопала да было дело так мы еще тут плавали туда до того снаряда шестого кабеля ввольняли ну наверно еще прошлом году она была нормально не знаю уже мы еще не приезжал в линку так не было а тут уже где тут да да не даже знаю где это нет землетом Саша тут не плавали вот пошли давай да вот здесь вот загорались с тобой на это а тут да а сколько было песка да травы почти не было ага да как-то грустно Сашка не ну я тут не кайфовала я знаю но все равно знаешь привык к одному а получается что сейчас все по-другому нет грустно очень грустно да тебе вообще все грустно грустно не бубни можно попросить вас не бубнить нет я отклоняю прошу-то хорошо поснимаю я так соскучилась за ними за этими ивами молоденькие такие листочки красивые класс класс вырба украинскую мовую нашел там лебедь вдалеке плавает вон белая-белая точечка я походу один и утки я не устала я тебе говорю что я устала немножко я я и я я и и и Продолжение следует...